Подошел я к нему, взял его за шкварник, этого оленя, он там что-то подрыгался. И ты не стыдишься в этом признаться? А что? Почему ты должен в этом стыдиться признаться? Я погорячился. В этой ситуации, да. Жиганская, жиганская кепка как раз для этого разговора. Афлик. Я тут посмотрел твое интервью свежее со Спортом 24, где ты выступил против Моргенштерна. С удивлением узнал, что ты знаешь, кто это. Выступил еще и за цензуру. Сказал, что цензура – это хорошо. Хорошо. И вот мне, конечно, я бы прошел мимо, но вот эта фраза про цензуру меня зацепила. Мне хочется прям поговорить. Ну да, ты прав. Я не знаю, кто такой Моргенштерн. Просто, ну, немногие говорят, спрашивают. И посмотрев на него, я понял, что это просто черт. А проще сказать бес. Понимаешь? Пентаграммы на лице плюс какие-то три шестерки. Насчет цензуры я там чуть-чуть погорячился. Завтра я буду в Москве. Давай продолжим и поговорим нормально. Язык не показывай. Так что давай. Святик, а ты не знаешь, надеюсь, кто такой Моргенштерн? Ну, ответ на этот вопрос вы услышите чуть позже. А пока поговорим на тему, которая превращает Шлеменко из Александра Палыча в Александра Палача. Ну и попутно я спрошу, зачем в период подготовки к бою Шлеменко летает на ток-шоу в Москву? Не скучно ли ему стало быть просто профессиональным бойцом? И в чем разница между Хабибом для Дагестана и Шлеменко для Омска? В общем, ровно те вопросы, которые и надо задать в такой ситуации. Легальный и надежный партнер моего канала – компания Фонбет, которая предлагает новым клиентам не только бонусы, но и бесплатные спортивные трансляции в мобильном приложении. Ссылка в закрепленном комментарии. Ну, а теперь поехали. Ты зачем на эту тему высказываешься? Я вообще просто не понял. Зачем? Очень просто. Смотри, ну мне не понравилось. Я удивился, я правда начал проводить эксперимент, спрашивать детей. Они знают, кто это такой? Они знают, что он поедет? И я сразу вспомнил, я еще раз повторюсь, мистера Малова, который уводил людей, понимаешь, в наркотики, заводил их во всякую такую дичь. И здесь та же самая тема. Я когда его просто увидел, мне говорят, сценический поташ, речо. Но я считаю, что человек, у которого три шестерки наколота на лице, ну как это можно нормально воспринимать? Притом, ты же не христианин, насколько я понимаю. И тебя все равно три шестерки смущают. А при чем тут христианин, не христианин? Я думаю, тут любой, кто бы не был, это знает, что это число означает. Да, можно сейчас говорить, да ну, это там, чтобы отпугивать нечисть. Знаешь, многие там номера, на номера берут себе три шестерки и рассказывают потом, что это, чтобы гаиши их не тормозили. Тебя, может, обманули, может, он там за здравое поет. Ага, за здравое, да. Если бы он пел за здравое, если бы он пел за дурники, его бы не слушала молодежь. У нас в чем прикол. Что нужно сделать, чтобы твои дети прийти с твоих врагов? Дай их воспитать твоему врагу. Все, они будут не твоими детьми. И здесь та же самая ситуация. Такие вот типчики непонятные там, поют там всякие песни им. И потом дети вырастают вот просто непонятно в кого. В итоге ты не считаешь, что ты просто вот вошел во вкус, о, меня поддержали. Нет, конечно, я не для этого делаю. И я буду сейчас это везде запрещать. Слушай, ну если бы, если бы, если бы, что я запретил? Я человек здравомыслящий, я понимаю прекрасно, как я могу запретить. Единственное, что я могу выйти с инициативой. То есть, знаешь, предложить людям высказаться. Предложить, в первую очередь, родителям высказаться. Потому что ребенок до 18 лет полностью в ответственности за него родитель, правильно? И финансово, и так далее, и так далее. То есть, я могу им предложить, родителям, вам нужно это или нет? Инициировать, знаешь, такой вот, может быть, общественный сход или общественную площадку для обсуждения. И на этой площадке мы можем просто прийти к какому-то выводу совместному. Это ведь очень здорово рифмуется с инициативами Хабиба, ну, который был против концертов кого-то там, Тимати, Крида. Слушай, ну я поддержал Хабиба с этим. Ценности Хабиба для меня намного ближе, чем ценности, которые пропагандируют эти люди. За свои традиции молодцы, за своих девушек. А нам предлагают, как мужчинам сейчас вот нормально закрывать глаза, как три шестерки тип нам поет на сосало, пересосало и засосало. Это нашим девушкам предлагают. То есть, ты неуютно себя чувствуешь, что в твоем городе кто-то это будет пить, да? А в твоем городе чего только не происходит? Слушай, ну я на самом деле, я в своем городе это не слышу. Если я услышу, ну постараюсь не пройти мимо, или попросить потише сделать, или наушнички одеть, или просто донести. Ну короче, ты прям видишь конкретный вред. Нет, естественно, однозначно, тысячу процентов. Посмотри, они еще сидят и это употребляют. Они там тут такие заторчеванные сидят. И я где-то краем уха у себя слышу, как малолетки на лавочке обсуждают, как они там чем-то убились. Этот в первую очередь посыл был не для детей, а для родителей. У вас сейчас есть шанс, уникальный шанс наблюдать за своими детьми, объяснять им. Я не говорю, что знаешь, как многие делают, ааа, все ты это не слушаешь, все. Зачем? Ты объясни, что это. Ты объясни, какой путь будет. Ты сядь, поговори, расскажи. Тогда человек поймет, покажи, выйди на улицу и покажи, к чему это приведет. Ты вообще не чувствуешь, что ты когда говоришь, цензура это прям хорошо, ты, ну такую... Спору нет, погорячился, погорячился. Да, вообще, потому что... Эй, подожди, я погорячился. В этой ситуации, да. Вот такая цензура, спущенная сверху, она не поможет. Я это знаю прекрасно. Даже если ты в тюрьму будешь сидеть, она не поможет. Но, я говорю за другую цензу. Вот здесь внизу, да, договориться, типа нам. Я говорю за цензуру в самом низу, правильно. Я простым людям пытаюсь донести, сами, простым людям, ваши дети, занимайтесь воспитанием, следите, что они делают. Просто ко мне подходят люди и говорят, веришь, нет, тут ко мне подходят люди. Пишут мне люди много, говорят, выскажись по этому Редештеру. Он наших детей там, ты слышишь, что он поет. И говорят, а почему они говорят? Потому что говорят, тебя послушаю. Я доношу то, что простые люди, простые поднимают. Вот у меня есть, в принципе, сила, да? Ну, я могу там, как говорят, там, что-то рукой, ногой махнуть. Многим могу это что-то сделать, да? Вот так, давай разберемся. Но при этом, я не устанавливаю порядки. Я не хожу ночью, не ору там, ааа, там что-нибудь такое синий. Я там людей не травлю каким-нибудь говном, там, воню вот этой дымной, да, или еще чем-то. Я не создаю людям проблемы. А представь, если я начну создавать проблемы, если я начну устанавливать порядки во дворе, может быть, так надо сделать? Вот скажи мне, я еще не знаю. То есть, только увидел, сразу по башке, на тебе прилетело. Сигарету проглотил незаметно, потому что подзатыльник схал, да, такой большой. И все, и больше ты с этой сигаретой не пришел. Но мы же, то есть, нам говорят, да вы цивилизованные пацаны, вы будьте спокойнее, вы будьте нормальны, вы же умнее. Ну пусть этот Синегал орет там дальше, людей пугает, детей пугает там, кидается на всех подряд. Понимаешь, я никогда не забуду. Вот иду, отвечаю, иду, я не помню, с сыном я шел или с дочерью, вот Синяк, вот вышел на улицу, не знаю, есть у вас тут, нет, у нас такое есть. Вот так вот орет, и понимаешь, прохожих никого нет, они боятся его, он там на всех кидается. Ну и что ты думаешь? Что? Просто без разбора подошел я к нему, взял его за шкварник, этого оленя, он там что-то подрыгнул, но он пьяный, никакущий, можно сказать. Отвел его и успокоился. Люди стали нормально ходить, хоть из подъезда, ну поговори. И понимаешь, и люди, люди хотя бы, хотя бы начали из подъезда выходить, а не хотя бы жизнь началась опять во дворе. Почему это нельзя сделать? Понимаешь, вот какое-то завелось непонятное чудо, и причем это, понимаешь, где-то час дня, это не вечер, и терроризирует весь дом. Знаешь, в чем разница, ну вот мы приводили в пример ситуацию, где Хабиб высказывал свою точку зрения против концертов Егора Крида и Тимати, и в чем разница между тобой, когда ты против концертов Моргенштерна, его поддерживают там, где он живет, а тебя вообще никто не поддерживает. Да нет, ну никто, я с тобой не согласен, никто. Мне кажется, большинство как-то к тебе... Ну смотри, вот я сейчас тебе даже зря, вот я сейчас на свой страх и риск заработал хейтеров, я тебе рассказал эту историю. И вот в моем регионе, в моем регионе таких много, к сожалению, и они послушают и скажут, вот он развыделывался, да там будет три человека нас пьяных, мы его сломаем или еще чуть-чуть, понимаешь, и на него найдется сила и управа. Поэтому я не спорю, Хабибу проще найти понимание на Кавказе, и я бы нашел проще его там, понимаешь, я его и здесь нахожу в комментариях, от ребят оттуда. Так переезжай, там ты будешь среди своих, а в Омске ты маргинал, радикал. Ты испанился, короче, ты выдавить хочешь, да, просто. Ты чувствуешь, что в Омске тебя недолюбливают? Я вот прям вот это вижу, что ты вообще... Есть такое. Нет, по трех горла стою, по трех горла стою. Очень многим людям просто так неприятно. Ну слушай, ну комментарии даже, ну а как я могу позвонить, смотри, я подхожу к ребятам, говорю, ребят, ну хватит. Перестаньте пить, занимайтесь, двигайтесь, развивайтесь. Они себя думают, вот ты охренел, что ты выделываешься, да? А если вот, например, Ангелина, твоя старшая дочка, или там Святослав, твой старший сын, придут там с садика и школы и будут говорить, Маргинштерна. Нет. Какую-нибудь песню. Ну смотри, ну... Самую хорошую, самую хорошую песню Маргинштерна. Нет, смотри, вот я тебе скажу, я сейчас скажу тебе, знаешь, секрет педагогики. Так. Во-первых, не пытайтесь воспитывать, да, все равно будут похожи на вас. Это первое. Смотри, я вот на самом деле, не поверишь, но я в своей семье очень серьезно подхожу к выбору песен. Я даже своей жене прожужжал все уши. Даже не в том, не в таком моменте даже, как ты сейчас берешь, а в менее, в менее, в тысячу раз меньше. Мы уже поняли, что запрещено многое, а что разрешено у тебя? Слушай, ну я бы тебе говорю, сына подвел бы своего, и ты бы спросил, многие таких песен даже не знают. Ну какие? Ну поднимется Россия, к примеру, и окрепнет. Да. А мы свои долги дадим исполна. Да, дадим исполна, да. Потом, ну у Святи у меня, да, у Святи есть там несколько таких песен, таких. Каких? Процессирую. Ну это его чисто, не буду. Таких за машины, можно так сказать, за гелики у него есть. Два вида низовой цензуры, которые могут быть. Первый, вот раз уж мы привели в пример Дагестан, я насколько помню, там пытались провести какой-то фестиваль, блин, то ли корейских мультиков, то ли аниме, то ли еще чего-то. И вот я тебе хочу рассказать, как выглядела низовая цензура, судя по сообщениям в СМИ. Просто встали возле ДК или там кинотеатра. И никого не пускали. И никого не пускали. Мне кажется, что намного разумнее, чтобы взрослые жители города имели работающий механизм, я говорю, через те же госуслуги, там просто... Это разумно. ...вынести. У нас там, например, в следующем месяце хочет приехать какой-нибудь Моргенштерн. Разрешаем? Нет. Ну вот, да. Взрослые голосуют, дети молчат. Да. Упрашивают родителей проголосовать. Правильно. А те сами решают или нет. Вот это цивилизованно. А вот там, не знаю, мы будем ходить и кого-то там не пускать или лохами обзывать тех, кто что-то там слушает. Зачем обзывать? Давай расскажем, как так получилось, что ты житель Омска, а за спиной у тебя Останкинская телебашня. Ну, так получилось, приехали на программу к Малахову. И ты не стыдишься в этом признаться. А что, почему ты должен в этом стыдиться признаться? Я просто уточнил. Общественная площадка есть для обсуждения каких-то тем. Почему на эту площадку должны приглашены только быть маргиналы? Чтобы у всех людей сформировалось такое мнение, что у нас в стране живут одни деграданты и олени. Правильно? Почему нормальных людей нельзя приглашать? Я считаю, что, знаешь, если мы наоборот будем выделять только нормальных людей и с них будут брать пример. У нас же берут пример с кого? С тех, кого показывают по телевизору. Вот и все. Так а тема какая сегодня? Тема у нас очень серьезная. Это уфимец Владимир Санкин получил 8 лет строгого режима за то, что защитил детей от рецидивиста-педофила. Ну, я считаю, чрезмерно строго его наказали. То есть создали прецедент, что если ты хочешь кому-то помочь, если ты не хочешь пройти мимо, то тебе дадут 8 лет. И лучше проходи мимо и сиди дома, когда какой-нибудь Сенегал будет орать или кого-нибудь бить, насиловать, убивать. Не приходи, потому что ты будешь крайним. Я приехал сюда, не смотря на свою подготовку, не смотря на свои дела, проблемы. И я поддерживаю Владимира. Плюс я больше хочу сказать, я отправил к нему своего друга сразу же, адвоката Антона. Он съездил, он с ним встретился в СИЗО. И мы следим за этой всей ситуацией, как она развивается. Я просто поделюсь своим ощущением, не знаю, насколько, наверное, мне кажется, что тебе уже просто стало скучно драться. Ну, только быть просто бойцом стало скучно. Нет. Знаешь, я вопрос понял. Это, знаешь, вопрос обывателя. Что значит стало скучно? Знаешь, вот в один прекрасный момент, вот случилась какая-то проблема. То есть смотри, хоп, и никого нет. И нужно выйти и сделать это. Я вышел и сделал раз. Всем понравилось, молодец. То же самое с двором. Вот алкаш орет, и никому, никого нет. Мужики здорового жизни, и никого нет. Вышел, успокоил. Что-то еще такое произошло. Вышел и сделал. И вот так постепенно, постепенно, постепенно ты сам невольно втягиваешься в общественные какие-то отношения. И ты говоришь, тебе нечем заняться. Да просто если не я, то кто? Я живу таким понятием. Знаешь, у нас все любят говорить. Никто, кроме нас. Но чтобы это не оставалось только во фразе. И поэтому мне не надоело заниматься, мне очень сложно. Общественная деятельность, да, мне часто мешает. Она мне мешает готовиться. Она мне мешает сконцентрироваться. Ты приходишь на стройную тренировку, ты сам знаешь, меня ждут люди со своими проблемами. И это сразу же сбивает мой настрой. Понимаешь? И потом мне кто-то там говорит, да тебе просто надоело драться. Мне не надоело драться. Но я не могу остаться в стороне, как сильный человек. Зная вот эти все призывы. Никто, кроме нас, и все остальное. Но я просто не ору это, как олень. Никто, кроме нас, и все, и забудьте про нас. Правильно? Как гроб и грот. А что они так говорили? У них альбом так назывался. Меня зовут Александр Лютиков. Все важные ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Например, в Телеграме я наконец-то объяснил, почему у меня остался только один YouTube канал. Ну, а теперь узнаем, что же думает о Моргенштерне Шлеменко-младший, которому по возрасту уже давно пора его слушать. Святик, а ты не знаешь, надеюсь, кто такой Моргенштерн? Нет? Не знаешь, сына? Нет. В садике у вас не поют еще? Дай сюда кепку. Ну, короче, вот так. Не снимай кепку сегодня в студии. Это просто сразу, ну, мне кажется, словам веса добавят. Спору нет.